Спрос на медицинские маски в настоящее время очень высокий. Их изготовлением занялись и местные товаропроизводители для того, чтобы каждый смог приобрести такие маски и самое главное не забывать их применять по назначению. Систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу коронавируса. Особенно это актуально в общественных местах, в магазинах, на рынках, где маска просто необходима. Без этого средства защиты вас могут не пустить на предприятия торговли. И это не прихоть его руководства, а прежде всего забота о здоровье самих посетителей. Маской необходимо пользоваться и на улице. Отговорка, что в аптеках масок нет, не убережет от инфекции. Тем более, что изготовить это средство защиты можно и в домашних условиях. В интернете есть мастер-классы, где буквально за 5 минут из в несколько раз сложенной марли или бинта покажут, как можно сделать маску. Нужно учитывать, что носить одну медицинскую маску можно не более двух часов. После этого под маской образуется неблагоприятная для ее защитных свойств среда. Если вы чувствуете, что ткань стала влажной из-за дыхания, это сигнал, что маску пора менять. Нужно помнить, что медицинская маска не единственный барьер на пути инфекции. Опасный радиус поражения 1,5-2 метра от распространителя вируса, поэтому в магазинах нужно обязательно соблюдать дистанцию. За границами этого радиуса заражение происходит при контакте с поверхностями, на которых оседают частицы, выделяемые при чихании или кашле. Если вы прикоснетесь к загрязненной поверхности, а позже тронете свое лицо, то перенесете вирусы на слизистые и начнется заражение. Чтобы остаться здоровым, надо строго выполнять все требования, такие как социальное разобщение, мытье рук, дезинфекция помещений, ограничение посещения мест массового скопления людей. Все это вместе взятое дает максимальный результат. Жители Славянского района хорошо осведомлены о всех плюсах использования медицинских масок и понимают, что их ношение позволит сохранить здоровье. Конечно, нужно. Вот сейчас стояла в магазине, некоторые кашляют. Это уже хорошо, что она была в маске, поэтому обязательно нужно. Чтобы инфекцию не хватать и себе не заражать. Если даже не болеешь, так заболеешь. Я считаю, что для самоизоляции, для вот, ввиду того, что сейчас везде случилась такая беда, маску носить надо. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. Старайтесь меньше выходить, но выходить все равно приходится, потому что у всех семьи, надо кушать, надо как-то жить. Будем надеяться на лучшее. Обязательно нужна, во-первых, для самозащиты, а во-вторых, чтобы других не заразить. Мало ли человек чем-либо более. В первую очередь заботиться о людях, которые вокруг вас находятся. Ну и о себе однозначно. Так что обязательно, ну, не на мне это придумано, а в целях самозащиты, здоровья. Здравый смысл подсказывает, что если все будут ходить в масках, соблюдать дистанцию и максимально ограничат общение с внешним миром, то пандемия будет не только замедлена, но и приостановлена, поскольку не будет распространения инфекции. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».